Друзья, мы находимся в Марина, где группа ПСН продолжает строительство нового микрорайона «Домашний». Четыре корпуса уже сданы, и в 2019-м началось заселение. Сейчас жизнь здесь кипит. Люди активно гуляют во дворах и на аллее, на детских площадках всегда очень оживленно. Да что тут говорить, здесь есть собственная станция с электросамокатами. Но обо всем этом, конечно, лучше узнать у самих жителей. Дарья, расскажите, как давно вы заехали в ЖК «Домашний»? 14 апреля прошлого года. Скажите, вы чаще по территории гуляете или по паркам? Ну и там, и там. После садика, например, с детьми гуляем здесь на площадках. Как вам район в целом? Весь благоустроенный, здесь есть сады, школы, торговые центры. То есть, если что-то надо, все есть под рукой. Тут уже все построено. Почему вы выбрали именно «Домашний», а не, например, квартиру во вторичке или в каком-то другом проекте? Это уже наша вторая квартира в новостройке, и мы хотели именно новостройку, потому что мы любим строить из ничего, что мы хотим. Интересно. И здесь, да, у «Домашнего» были конкретно очень хорошие планировочные решения, что на небольшой площади, там 56 квадратов, у нас 6 окон. Поэтому квартира очень светлая, и нам удалось сделать 3 изолированные комнаты и кухню-гостиную. Каким транспортом вы чаще всего пользуетесь, добираясь в город? Я машиной. Ну, у нас муж ездит на МЦД, открыли станцию Курьянова, МЦД, что стало очень удобно. Который совсем недалеко. Да, 7 минут получается, и все, и он едет до Москва-Сити, добирается сейчас очень быстро. Зульфия, в первую очередь хочется вас поздравить с покупкой. Что получилось по планировке? Планировка у нас очень удачная, у нас такой длинный коридор и 3 большие комнаты, это очень удобно. А во время самоизоляции всем ли нашлось место в квартире и для отдыха, и для работы? Было ли комфортно? Да, было комфортно, так как у ребенка есть своя комната, муж работал тоже в отдельной комнате, и я, соответственно, у меня тоже была своя зона для работы и для уединения, скажем, да. А вот самокат у тебя такой классный, а где ты любишь кататься больше? По двору? Везде. Или здесь аллеи есть еще? Везде. Везде. А в парке был? Да. Вот рядом большой, большой зеленый парк есть с рекой. Ну да, я знаю, вот там такой корабль площадка и зеленая площадка. Все площадки знаешь, да? Да, я все знаю. Ну, почти. А когда вырастешь большой, захочешь себе купить электросамокат? Так у нас же есть. Есть? Ну, такие, мы иногда катаем, и все у нас во дворе. То есть не во дворе это не наше, это все общие. Точно, я видел, там станция и электросамокаты стоят, да? Ирина, рад очень знакомству с вами. Очень приятно, я тоже. Спасибо. Как зовут вот это маленькое чудо? Я зовут Герда, ей 8 месяцев. Расскажите, переехав в ЖК Домашний, насколько удобно здесь находиться вот любителям домашних животных? Знаете, очень удобно. Я работаю удаленно, и поэтому я могу гулять с собакой сколько мне захочется. То есть гуляем утром, днем и вечером. Помимо этой замечательной площадки, у меня прямо дома вот здесь вот рядом. И еще рядом с ЖК Домашний тоже есть парк, очень большой, с большей площадкой. То есть когда у меня побольше времени, мы уходим туда, тоже удобно. То есть очень большой плюс, что рядом с комплексом есть огромный парк шаговой доступности. И такой вопрос еще последний. Пока все заезжают, пока идет стройка, вот эта пыль, гам. Собака не пугается? Нет. Дрели, перфоратора, людей незнакомых. Ну я не могу сказать, что я что-то слышу, несмотря на то, что я работаю удаленно. У меня рабочий мой кабинет находится сквозной, то есть у меня соседей нету. Там вторая комната тоже моя. И я вообще не слышу никаких звуков, собака соответственно тоже. То есть кто-то делает ремонт, я этого не слышу. Да, мало того, что в домашнем удобно жить, так тут еще и соседи приятные. Так что мы обязательно сюда еще вернемся.